Косота в этом пронизывающая до костей реплика для завершения этого эпизода. Что произошло с Нагой? Он был наивным? Был ли он максимально преданным своему отцу? Не ждем больше, я зажгу палку. Переходим к седьмому эпизоду Сюгуна. Нага обнимает смерть. Последние 15 минут Сюгуна всегда лучшие. Они содержат кульминацию всего, чего достигал эпизод. Почему те, кто никогда не воевали, так хотят вступить в битву? Таранага спрашивал своего сына, когда Нага Карда требовал ответа, будет ли багряное небо идти до конца или он предпочтет сдаться. Мы часто видели пыл Нага. В четвертой серии, когда он приказал атаковать Джордана, ничего не говоря остальным, стал очевиден его стремление к власти и уважению, желание гордиться своим отцом. А неожиданная атака на его дядю в чайной комнате была попыткой отомстить за предательство, которое дядя принес их отцу и всей семье. Нага говорил, что если бы его убили, как курицу, это была бы красивая смерть. Он на пол на дядю, готовясь нанести последний удар, но поскользнулся, ударившись головой о камень, умирая медленно и больно, осознавая, что умирает. Дядя сказал, где здесь красота? Сильная фраза. Не только Нагаркот умер так, что его наследие, выделенное в серии, забыто ничего не знача, но и он понял дядю, как трус бы это делал. Это может затронуть и его отца, и сделку с Таурангой, приводя к тому, что его последние действия могут быть роковыми для только что заключенного договора, когда Таранагар согласился отправиться в Осаку. Смерть – просто одинокая тропа в лесу, как он говорил ранее. Именно так умер Нага, одиноко, не способный сделать что-либо. И все это напрасно, не буду врать. Я был очень расстроен из-за этого персонажа, но его наивность, свойственная просто борьбе, это то, что всегда должно было превосходить его. Сказано, что исторический Нагар основан на исторической личности Матадор. Он был четвертым сыном Асута Гава, и этот сын в данном случае не умер. На самом деле он рассеялся в важной битве при Секе Гахара, был ранен, но получил владение Киосу, и умер в 1607 году. Таким образом, шоу не следовало примерам реальной истории. Однако я чувствую, что смерть в объятиях Наги может диктовать будущее повествование, и шоу хотя это может повлиять на Таранагу. Также думаю, что это может стать тем самым, что заставит Таранагу отказаться от капитуляции. Смерть его сына, скорее всего, будет тяготить его. Я чувствую, что это вызовет агрессию у Торнадо и усилит враждебность. Открывающая сцена по своему значению вернула нас на 46 лет назад, к началу этого эпизода, где мы видели молодого Торнадо в 12 лет. Кормление музыкального Гуччи, который открыто заявил, что судьба заставила его объявить невыигрышную войну. Это то, о чем думал Торонто на протяжении всего эпизода. Часто были моменты, когда мы видели, как другой думал о том моменте, когда он принимал решение о том, что делать с предложением, которое было выдвинуто ему о сдаче судьбе совета. Это то, что часто всплывало в этом эпизоде, и это всплыло, когда Торанага предоставил время, чтобы разглядеть Джина, и он сказал, что его судьба предрешена. Думаю, он обращался к прошлому, к тому, что сделал Мизугучи давным-давно, вступив в битву, обреченную на провал, и не хотел повторения. Армия Торы была разгромлена землетрясением и оползнями, а злодею потребовалось бы большое усилие, чтобы противостоять божьей коровке. А особенно западная армия после потери многих его людей. И так, я полагаю, он решил, что ему суждено сдаться перед началом войны с противоположностями. Он выбрал дипломатию, воспользовавшись своим музыкальным талантом, вместо вступления в смертельную битву. Он подумал, что будет более почетно сдаться, прежде чем причинить больше смертей и разрушений. Именно поэтому мы видим, как он сдается брату, и совету в конце эпизода, согласившись отплыть в Осаку. Иская было что-то, что не будет исполнять. Ясно думал, что у Торунаги будет секретный план, подразумевался, когда он представил палку времени, но верю, что Торунага в тот момент показал себя уязвимым и был предан братом. Он не ожидал этого. Таким образом, битва 46 лет назад, несмотря на победу, всплыла и его мысли не стать Мидзо Гучи. Семейное предательство. Семейная динамика в этом эпизоде понравилась. Первая встреча братьев была абсолютно идеальной. Мы не знали, будет ли напряженно, уважительно и как они поладят. Ябусига и Хиромацу не виделись, а снова не была глоткой, как ожидали. Мы видели, как они обменивались любезностями, и Торунага был хорошим хозяином для брата. Мне показался смешным момент, когда Торунага жаловался на расходы Лиди Кику, проведшей неделю с братом, который он назвал монгольским сводником, показывая, что почтения к нему нет. Более того, это было сделано, чтобы подтолкнуть брата на свою сторону. Сейки важен для Торунага, чтобы получить преимущество в выполнении Багрового Неба. Казалось, Сейки будет верен брату, пока Торунага даст ему землю Изу, что было бы отнято у Ябусига. Но уже было поздно. Брат Торунага стал пятым регентом, получив обещание о соблюдении верности Исидо, Леди Ачиба и Совета, так что он уже проявил верность другой стороне. И все это была ловушка. Сейки показал свою настоящую натуру и почти враждебность своему брату, начав пытаться унижать его перед своими людьми и тогда, когда наконец произошло предательство. У меня сложилось впечатление, что он завидовал успехам брата. Одно из первых, что он сказал Торунаге, было «Если бы тебе нечего было делать, кроме как охранять тихие воды Юдзинджи, ты бы тоже выглядел хорошо». Так что это показало, что он всегда хотел большего, и факт, что у Торунаги было больше, вероятнее всего, его забивало. Вот почему он пошел против брата, потому что наконец появилась возможность почувствовать вкус успеха и власти. Тот факт, что его последней фразой в серии было обращение к брату, «С этого дня у тебя больше некуда идти и нечем быть». Это показало, что он наконец обрел власть, о которой всегда мечтал, над братом. Тот факт, что он стоял, когда это сказал, а Торунага сидел, опять же показывает этот дисбаланс силы, который он всегда хотел напоказать нам в визуальной форме. Лот Оми подливает масло в огонь. Тодо Бунтаро и Джон Блэкторн в этом эпизоде переживают растущую напряженность. Действительно, она прослеживается во всем сериале и неизбежна, но после эпизодов, где мы видели, что Бунтара любил Марика глубоко и всегда, вопреки ужасному отношению к ней, факт, что Джон смог пробудить в ней что-то, что остановило ее холод и лед, по словам Бунтара, хватило, чтобы он почувствовал зависть к их взаимодействию. Торд Оми завидует Блэкторну, который провел ночь с Леди Кику, с которой у Оми глубокая связь. Услышав, что Блэкторн в тот вечер думал о ком-то другом, Оми предположил, что это была Марика и начал попадать в голову Бунтаро, что в конечном итоге привело к желанию Бунтаро убить Джона Блэкторна, и это вырвалось наружу, когда они были на песке возле воды. Бунтаро хотел отодвинуть Джона, так сильно, что хотел забрать голову с разрешения Таранаги. Но Таранага сказал, что если у него есть подозрения, то он должен забрать голову Марика, чего он не смог сделать. Марика умоляла о смерти со времен их сожительства, но Тодо тот, кто мешает ей сделать Сэппуку, так что мы знаем, что ее смерть – последнее, что он хочет. В исторических книгах историческая фигура Марика уже мертва. Если бы это было точным, она была убита, когда Ишида захватил замок Осака и захватил всех в заложники. Я не буду давать спойлеры о том, что происходит в сериале 80-х или в романе, я подожду и посмотрю, случится ли это по ходу сезона. Тогда Бунтаро просто не убьет жену или позволит ей умереть, поэтому Тодо остается только держать свои переживания в себе. Надеюсь увидеть момент, когда Джон спасет Тодо Бунтаро, и, возможно, появится уважение. Марика хотела совершить Сэппуку и просила Таранагу позволить это. Она отдает предпочтение ему, но даже он не разрешает. Преднедельный эпизод показал, что у нее есть своя роль в этой битве, начавшись, когда ее отец захотел защитить королевство. Таранага не просто позволит ей умереть, он слишком ценит ее. Верю, что у него есть хоть капля заботы о ней с его стороны. Для Ябусига нет места увернуться. Элемент этого эпизода, что мне показался довольно смешным, и это все результаты его мышления. Мы видели, что он боялся факта, что... ...он пытался договорить опять в своих интересах. Голова вернута ответом, это указало на то. Исида и Атиба его игнорируют, и не смилостивятся, когда придет время. Долго играл за двух, а теперь он обжегся. Так, он был с Таранагой, хотел он этого или нет. Он обращался с своими разочарованиями к Джону Блэкторну, хотя они не понимали друг друга. Однако, это показывает резкий контраст с отношением Ябусига к Блэкторну. Теперь он изливал душу ему, не понимая. Фраза Ябусига упоминает, как ему удается избегать смерти, которая зовет его, идеально подводит итог его образу в шоу. Он старался не умереть, но смерть находила способ заманивать его, даже после спасения. Теперь он с Таранага-сама, возможно, его преданность увеличится. И, возможно, он станет человеком, которого Таранага всегда хотел видеть рядом, так как ему некуда больше идти. Общий обзор. Думаю, это была отличная серия шоу. Возможно, многие скажут, что она медленная, но, на мой взгляд, все дело в постепенном нарастании действия это шоу. Там нам дарят краткие моменты действительно важных происшествий. Затем дела опять идут к основной теме, к сердцевине беседы, к дипломатическим раздорам, к междоусобицам. Их суть можно увидеть и на востоке, и на западе, и внутри обоих лагерей тоже. Одно я могу сказать про эту серию. Саундтрек был просто потрясающий. Когда же произошло предательство, общий тон и настроение серии изменились, и это, скорее всего, было связано со сменой музыки. Более того, во время окончательной атаки музыка сложилась в потрясающее завершение, когда умер Нагакада. А потом звук дождя, стремительно стучащего по воде. И Сиюки произносит свою речь, и она звучит даже когда идут титры. Оно так гармонично дополнило сцену. Это один из моих любимых музыкальных сопровождений этого сезона. В этой адаптации сериалам не нравится, что мы видим Джона Блэкторна в затруднительном положении. У него нет куда идти, ему не позволяют уйти. Он поклялся в верности Таранаге, получил подарки и титулы, но все еще чувствует себя пленником и испытывает лишь иллюзорную свободу. На самом деле он совсем не свободен. Тот факт, что он в конце ушел, показал, что он готов закончить это, и не хочет умирать ради того, кто готов просто сдаться. Думаю, это помогло Нагакада одному совершить то, что он сделал, потому что если посмотреть на его лицо, когда Джон это сказал, он вошел в глубокие раздумья. Джон даже упомянул о возможном отплытии с Леди Марика в этом эпизоде, что было бы последним выходом, но это показало, что он не готов умирать ради того, кто не готов бороться. У нас осталось лишь три эпизода, и по мере приближения к финалу, мне хочется, чтобы у этого шоу было больше сезонов. Это действительно лучшее на ТВ сейчас, и ничего ближе нет. Темп, игра актеров, повествование, экшен и просто просмотр. Все это цепляет меня каждый раз, а эпизоды захватывают меня каждую неделю. Все, что могу сказать, это жду следующий эпизод, в котором, как я думаю и надеюсь, будет экшен. Итак, вот и все. Конец седьмого эпизода Сёгуна объяснен. Если хотите посмотреть больше видео про Сёгуна, нажмите на карточку в углу. Я разбираю каждый эпизод, поэтому, если хотите, все эпизоды на канале плейлист.